Всем привет! Играем в Фосмофобию, Соло Кошмар, Блицдейл, Джессика Марш, Благовоний Детектор МП, Датчик Движения. Погнали! Снаружи Рейн. Очень сильный. Хэви Рейн практически. Привет всем фанатам Клонтик Дримс. Или на Клонтик Дрим. Или Клонтик Дримс. Напишите в комментариях, как правильно. Я помню в свое время, в свое время, но это там еще было, знаете, когда трицератопсы ходили по земле, вот, мне специально друг подогнал консольку, это было вообще мое первое знакомство с консолью в принципе, чтобы я смогла поиграть в Хэви Рейн, потому что я была прям жесткий фанат Фаренгейса. И, естественно, ну, мне очень хотелось попробовать Хэви Рейн, но тогда она еще не была портирована на ПК, и он мне принес консоль, и, о боже мой, это было прекрасно. А когда я еще и дошла до концовки в Хэви Рейне первый раз, то это был вообще просто отволок всего. Я до сих пор считаю концовку в Хэви Рейн одну из самых... Ну, давайте, наверное, непредсказуемых скажем, непредсказуемых в истории игродельства. Не сказать, что, конечно, там, ну, что-то такое, чего мы никогда прям не видели, но в рамках прохождения самой игры... Да что ж подлагивает-то так дождь? Это было прям великолепно. Это было прям хорошо. Чего, вот здесь? Вот-вот тут-то? Серьезно? Я так долго ходила... Ну, ладно. Так долго ходила, а оказалось, что ходить никуда не надо было. Когда ты погружен, типа, в Хэви Рейн, и, в общем, проходишь все эти квесты, следишь за сюжетом, тебя финал шокирует. Ну, наверное, в хорошем смысле этого слова. В том плане, что ты не ожидаешь. Не потому что он отвратительный, там, или ужасный, или какой-то противный. Для меня это было вообще потрясение. Ну, возможно, еще надо делать скидку на тот год, в котором Хэви Рейн вышла, потому что, ну... Например, вот фильм «Обычные подозреваемые», да, «Подозрительные лица». Если смотреть сейчас, он даже сейчас вызывает восторг. В конце, просто от осознания того, какая там концовка. Но при этом, если его смотреть сейчас... Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Если его смотреть сейчас, вы наверняка уже видели много фильмов, в которых есть вот именно такой сюжетный поворот, такой твист в конце. И поэтому вы как бы не избалованы. Но тогда, точнее, наоборот, избалованы как раз такими концовками. Но в то время, когда «Южал Саспектс» выходили и были премьерой, это был просто отвал всего. Я его посмотрела не тогда, когда он выходил, я его смотрела уже в зрелом возрасте. И, ну, блин, ну шедевр. Че скажешь. Ничего не скажешь. Шедевр есть шедевр. Ты точно здесь? Я просто что-то вообще прям, ну... Вообще прям считаю, что ты не здесь. А здесь выше ползет? Ну ты переехал уже. Только я не могу понять, куда ты переехал. Ладно, заболтались мы тут про шедевры. Пойдем дальше искать. Куда делся наш друг? Вот дверь какая-то открытая. Ты не бьешь в окна? Не послышалось? Константин. Очень приятно. Папа. Вдвойне приятно. Здесь вот немножко падает в коридоре, но здесь не так. Мало градусов, как на первом этаже. Что ли он переехал с первого этажа в коридор? Что ли это все обман? Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Самый тупой расклад, который мог бы быть. Фу. А почему температура-то понижалась внизу? Игра есть какое-нибудь объяснение, может быть, логическое, некое? Можно прятаться? Даже прятаться. Ну ладно, мы с уликами играем. Всегда можно сделать вид, что это кошмар без улик, да? И ничего не раскладывать. И пошло оно все нафиг, как говорится. Ой-ой-ой, ну ладно. Что делать-то? Что делать? Ничего не делать. Идти. Идти наверх. Заниматься изучением. Чердаковских закоулков. Датчики я повешу здесь. Пусть он через него. Спускается, когда пойдет на охоту. Ну, арбы нет. Ну, совой тоже нет. Так, давай, наверное, вот такую историю провернем. Да, ну, сейчас сюда-сюда уже и атака скоро. Пока я тут ходила. Сам свет выключил? Ты молодой? Ты молодой? Отлично, радиоприемник. Так, а если он сам выключил свет, то это мне надо посветить туда утро и летом. Не, ну одна улика, одна улика. Это уже, знаете ли, больше, чем ноль на один. Поэтому спасибо. Спасибо чердаку. Необычно и такого не бывает. Нет, эта печатка я не вижу. Печатка я не вижу. Ну и ладно. Может, минусовая? Нет, не минусовая. Что мы будем делать тогда? Наверное, будем вызывать отаку. Я так думаю. Если, кстати, вы слышите дрель, то извините. Как видите, это не я. Это не я дрелирую. У меня руки заняты. Это соседи решили, что осень лучшее время для ремонта. Не знаю, что можно дрелировать в однокомнатной квартире трое суток подряд. Как будто бы, ну, ну, типа, сколько можно сделать отверстий в стене для ремонта. Вот, например, да. Если ты ровняешь стены, тебе не нужны отверстия. Ну, там вся отделка, да. Вот эта штукатурка. Ты ничего, ты не дрелируешь стены. Если ты клеишь обои, ты тоже не дрелируешь стены. То есть это отпадает. Что еще может, для чего нужно дрелить стены? Если ты кладешь плитку в ванной, в санузле, там тоже не нужно делать дырки. Делать дырки нужно, если ты хочешь вешать карнизы, например, полочки, да, там какие-то прибивать. Если ты делаешь, переносишь розетки. Ну, там скорее перфоратором. Вот, что еще? Что еще такое можно вот делать, чтобы... Чтобы дрелировать. Такое ощущение, что ничего. А если у тебя однокомнатная квартира, то вообще как будто бы, ну, еще меньше мест становится, да, те, которые нужно дрелировать трое суток подряд. Ну, то есть это прям не то, что вот он чуть-чуть подрелировал и сейчас спать пойдет. Нет, он будет делать это до тех пор, пока ему разрешают законодательство. И есть вот вопросики. Хочу вернуть рассудок. Так, мы спустились до 50%. А вот и атака. Ой, а что он так плохо идет? А ты что так плохо идешь? Еле-еле прям, мать. Так, ну-ка, давайте. Ну, здравствуйте. Давайте посмотрим, кто у нас тут медленно идет. А у нас тут никто, кстати, медленно не идет, кроме близнецов. У нас никто медленно не идет, кроме близнецов. Так, а близнецы это МП5 и отпечатки? А, и минусовая. Ну, минусовую, видимо, они скрывают. Первый раз у меня уронили штатив. Первый раз за всю игру мою в этот самый, в Ассеншен после обновы. Нет, тут отрастать уже стала. Но минусовая может быть в другом месте. Плюс это бы нам, знаете, что объяснило приколы с температурой. Уже атака? Снизу. Понятно. Успоренная. Не вижу. Здорово. Ну, дышать мне уже как бы бессмысленно в лицо, потому что я тебя уже раскусила. Как превью, нормально? Я тебя уже раскусила, мать. Ты мне еще в первый раз, когда медленно шла, дала основание полагать, что у тебя со скоростью что-то не то. А медленных у нас здесь пацанов тут раз-два и обчелся. Все остальные обычные. Поэтому, ну, вывод напрашивался сам собой. Даже если бы у нас не было радиоприемника. Это очень прикольно. Что с Мороем случилось? Скажите, пожалуйста. Я думала про Мороя, знаете почему? Потому что у нас на стриме, который был, ну, у вас, наверное, уже не последний, а предпоследний. У нас был Морой, который на нуле ходил со скоростью обычного призрака. Пятьдесят. Не, ну ладно, здесь я согласна. Здесь я согласна. Меня здесь смутило только то, что она начала атаковать из другого места. Точнее, меня не смутило. Я вообще хотела взять лапу и попросить знания еще. Но когда я увидела, что она с увеличенной скоростью идет из другого места, я такая, ну, все, все, звезды сложились. Типа, и там все норм, и тут все норм. Ну, точно, близнецы. Это мой косяк. Мне надо было, конечно, Мороя исключать. Мне надо было Мороя исключать. Тем более, он здесь действительно был быстр. Ну, посмотрите, предыдущий стрим, по-моему, 236-й, что ли. У нас там был Морой, который с ним рассудка шел с обычной скоростью, со стандартной скоростью для призрака. И вот Санта мы вообще очень сильно офигели. Ну, 360 хп, так, 360 хп. Зато, не знаю, оборудку не потеряли. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok